Музыка Продолжаем рассматривать финский разговорный язык и те трансформации, которые происходят со словами при произнесении. Первую закономерность мы отметили в местоимениях. В них сокращается середина. То же самое можно увидеть в ряде глаголов. Например, менна и толла. В единственном числе из менен и менет из середины выпадает м. И то же самое во множественном числе в форме менетте. Мене не меняется. Менеме заменяется на форму пассива меннан. А меневат на единственное число мене. Аналогичное изменение происходит с глаголом толла. Обратите внимание, что в глаголе толла не просто выпадает эл. Выпадает лэ. И у удлиняется. Получается Форма мы опять заменяется на пассив толлан. И форма они заменяется на единственное число. Не толлае. Теперь возьмем форму третьего лица единственного числа. То есть хэн условного наклонения. Больше всего меняется глагол олла. Олиси сокращается до ойс. Се олиси хюва. Се ойс хюва. То есть выпадает эл и пропадает последнее и. У других глаголов, как правило, просто пропадает последнее и. Хэнен питайси толла. Сэн питайс толла. Ему или ей надо было прийти. Йос хэн тулеси. Йос се тулеси. Если бы он или она пришел. Подобный процесс происходит и у ряда глаголов в имперфекте, в простом прошедшем времени. В основном это глаголы четвертого типа. У них форма хэн в имперфекте заканчивается на си. И эта последняя и пропадает, как и в условном наклонении. Происходит это исчезание именно после звука эс. Хэн лупаси толла. Сэ лупас толла. Он обещал прийти. Он или она. Хэн катоси. Сэ катос. Он пропал. Или она пропала. Хэн оса си толла паикалле. Сэ осас паикалле. Он смог прийти на место. Видимо, имеется в виду правильное место. И напоследок еще один момент. При образовании вопроса с помощью частички о-кэ эта частичка трансформируется в кс. В итоге, если мы применим все сокращения, то из вопроса онкотама синун получается онкста сун. Вопрос попроще. Менеэко йокусинне. Здесь трансформируется только глагол. Менеэкс. Йокусинне. Затем прямо к глаголу о-ла в сокращении можно прикрепить местоимение сина. Вопросы, начинающиеся с олетко сина или халуатко сина с любого глагола плюс ко плюс сина сокращаются до о-кса, халу-кса. То есть пропадает т от формы сина. Вопросительная частичка ко превращается в кс. И короткая форма местоимения сина, са, присоединяется прямо к глаголу и произносится слитно, как единое фонетическое слово. О-кса. Правда, надо стараться произносить длинные гласные. А то без них финны могут вас не понять. Я думаю, на сегодня хватит, но это еще не все черты финского разговорного языка. Продолжим их рассматривать в следующем видео. Мойка!